На Радимайке не могут люди воду себе даже пробурить, потому что вода уже питьевая очень глубоко из-за того, что ЮГК выкачивает воду. Жители поселка Кумляк боятся остаться без воды. Местные уверяют, если Южрал Золото начнет откачивать воду из реки, то ситуация повторится как в соседних населенных пунктах. Мы не хотим остаться без водоема, как это случилось в Михайловке. Выкачали ЮГК всю воду, там от плотины осталась вот такая вот лужа. Не хотим, как произошло это в Воронино, вот тоже Пласовский район, там тоже все выкачали. У людей даже питьевой воды после этого не осталось. Масштабные земляные работы начались неожиданно. Жителей никто не предупредил. Этот ров начали рыть в середине мая. По словам местных, работал один трактор. Глубина здесь порядка от двух до четырех метров. По информации Лесничева, протяженность этой конструкции порядка десяти километров. То есть он полностью огибает плотину. Сейчас к воде можно подойти только в нескольких местах. Остальное все перекопано. По словам жителей, сотни коров могут остаться без воды. К тому же животные и дети рискуют упасть в этот ров. Сейчас начнется горячая пора, все равно жара. И детей удержать будет просто-напросто невозможно. Дети есть дети. И остановить их будет просто невозможно. Они все равно будут пробираться к этой воде. И не факт, что кто-то из детей не окажется вот в этом котловане. Жители уверяют, проблем из-за этого рва достаточно. Их поддерживают и сотрудники лесхоза. Этим рвом перепахано все. Случись пожар какой-то или отвод леса какой-то там, мы просто туда проехать не можем. Мы не сможем. Но самое главное, что мы не сможем потушить пожар, если что-то случится. Масштабный участок в сотни гектаров несколько лет назад взяла в аренду компания «Южуал золото». Теперь у предприятия масштабные планы, о которых, правда, никто не знает, даже глава района. Мы же со стройком найдем общий язык. Сегодня ров по границам проведен. Я еще раз вложу в какой-то порядок. Тем более Константин Иванович или УГК собирается там строить какую-то базу отдыха. Есть собственник сегодня, который земли. Он примет решение. Какое решение примет бизнесмен, непонятно. Но жители намерены бороться до последнего. Если понадобится, фермеры будут писать заявление в прокуратуру.